Аховные экраны, додатковые фильтры, подавжение трубы, шумопаглынальная фарба. На участку трафаретного другу открытого акционерного товариства Гомельш-Палеры реализуют комплекс мер, как снизить шум и неприемный пах, которые идут от предприемства. На проведение основных мероприемств было отведено 10 дней. Такое решение принято на нараде, которую 11-го соковика провел на вытворчасти старшиня Гомельского облывы канкама Владимир Дворник. Марина Джалая побывала на заводе и доведалася, что за этот час поспели сделать для решения проблемной ситуации. Разом с представниками других средств массовой информации нас ведут на участок трафаретного друку. Вот на этих друкарских секциях установили аховные экраны. Нужно было сделать на двух, а вы решили на восьми. Дякую, чем газы не будут поступать на працанное место работников. Удосконалили и систему газовыдаления. Так промысловую трубу сделают дружелюбой на 4 метра и покрыют специальной шумопоглинальной фарбой. Ею установить в ближайшие дни. Дякую, что в форме новой частки трубы рассеивание газа будет отбываться на 10 метров выше. По результатам совещания у губернатора были намечены ряд мероприятий. Это изготовление факельного выброса на трубе. Это изменение конструкции воздуховода с применением изолирующих материалов для уменьшения шума. Это применение экранов непосредственно на машине. Пероход на фарбу немецкой вытворчести есть еще одна мера папыля пшени экологической ситуации на предприемстве. Они не вредные краски фирмы Фольман, немецкая фирма. Это качественные, которые содержат минимальное количество запахов, которые могут образовываться при производстве обоев. И практика показала, что эти краски эффективны. И мы сейчас переходим на закупку только этих красок. На початку наступных отыдня повинны провести выники доследований, о которых провели в ученые Санкт-Петербургской лаборатории имя Менделеева. Методики, которые тут выкористовываются, нема ни у одной доследшей установки Беларуси. Лабораторные исследования еще от Санкт-Петербургской лаборатории пока не получены. Но по результатам будем тогда рассматривать деятельность фабрики дальнейшую. Когда мы убедимся, что деятельность фабрики отвечает всем требованиям природоохранного законодательства, будет дана оценка. На 26-е Саковика запланованы пробный пуск участка по вытворчасти виниловых шпалеров. Специалисты сделают контрольные замеры и, разом с выниками лабораторных доследований российских ученых, примут решение обмахчивости обновления его работы. Марина Джала, Игорь Маришенко, Телерадио, компания «Гомель».